Привет зрители! Я внял вашим просьбам и укоротил время видео, в котором мы разгоняемся на автомобилях до сотни. Теперь сразу начинаем из салона непосредственно разгонять транспортное средство. Сегодня у нас Lada Vesta 1.8 на механике, долгожданная версия, которая поможет Vesta получить достаточный задор и бодрость, потому что ранее такая комплектация была возможна только с АМТ. Ну а теперь механика, самостоятельный выбор передачи и пока не появились другие виды трансмиссий, это оптимально, на мой взгляд. Что же, приступим. У нас дезактивировано ESP, потому что нужно моментально работать колесами, без задержек, без запинок. Пускай будет букс, он эффективнее, нежели затуп от ESP. Ну а далее, конечно, дезактивация системы климат-контроля, чтобы ничто не мешало, никакие приводы агрегатов не отбирали мощность у мотора. Ну что, приступим, отъедем сейчас на другую полосу, потому что здесь проехался трактор, вечно что-либо домешает. Ну и, конечно, вы видите, прибор из ложек спорт, он позволяет получить замер. Сразу скажу, сразу, локация изменена, вы видите, рядом заборчики, то есть никто не выбежит, никто не помешает нам разогнаться. То есть, в принципе, я думаю, вы одобрите безопасное место. Ну а сами разгоны, это в другом месте все измерения проводятся. Здесь визуализация процесса с обсуждением того, как и что происходит. Поехали. Первая передача, выезжаем на более сухую поверхность и будем разгоняться. Сначала разгонимся, потом прокомментирую, потому что сказать есть что. Ну и в процессе тоже все это будет. Поехали. Катится машина, небольшая тут горочка, видимо. Смотри, как легко, да, автомобиль без проблем катится, то есть ничто его не сдерживает. Ничто ранним автомобилям, где можно было что-то там прокручивать, прокачивать, потому что обкатка была. А сейчас все сделано сразу с нормальными натягами, никаких вопросов. Ну, поехали. Трогаемся. И здесь, вы видите, небольшая затычина, и скажу почему. Всего лишь до 6000 можно крутить мотор. Ну вот, разгон, все получилось, оттормаживаемся до приемлемой скорости и обсудим, что да как у нас здесь. Скажу сразу, главный вопрос, конечно, к тахометру. Он запаздывает, это ключевое свойство всех вазовских автомобилей. Что на калинах, что на весте, почему-то не спешит стрелка за оборотами двигателя. Поэтому, когда у нас на приборе 6000, здесь должно быть уже там 6,5 или 7. То есть, по сути, переключаться на первое нужно на 5,5 по прибору, иначе мы просто утыкаемся в обороты. Вот такая вот тема для динамичных драйверов, для любителей погонять. Это, конечно, не очень удобно. Ну, а для тех, кто спокойно едет, мотор сильно не крутит. В целом, все равно, что там тахометр показывает. Ну, а далее, отмечу, что в целом, на мой взгляд, автомобилю, конечно, нужно увеличивать обороты. И это, скорее всего, тема для чип-тюнинга. Там это уже нужно будет и исполнять. Так как явно не хватает нам того, чтобы выкрутить первую до 6,5, вторую до 7, чтобы показать на вторую сотню. То есть, это, в принципе, позволит нам заявить штатные заводские характеристики. Потому что реальный разгон медленный для того, что заявлено. Ну, посмотрите сами. Оценили, сделал я несколько попыток. У меня получалось вплоть до низовскриншотинных там 11, 11.02, 11.03 и несколько попыток 10, чуть меньше 11 секунд. Завод говорит, разгоняется машина за 10,2. Ну, возможно, слить топливо, выкинуть запаску. В принципе, можно, наверное, снять эти секунды. Ну, или просто снимаешь ограничитель. И как раз вот это вот время, там, 0,2 секунды, 0,3 на каждое приключение мы сразу же снимаем. Да и, скорее всего, мотор будет жить высоко, потому что очень он интересный. Есть о чем поговорить. Это в основном обзоре мы увидим. Ну, и все в целом. Смотрите мое видео. Смотрите остальные моменты, связанные с этим автомобилем. Обсуждать будем подробно. Ну, до новых встреч. Как вам локация? Тоже оцените. Я думаю, что ваш отлик очень важен для меня. Очень интересно, что вы скажете. Пока.